В прошедшие выходные в Ростове-на-Дону, Россия, состоялся матч-реванш между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и нигерийцем Алан Рываджу Дурадолой. На этот раз Дмитрию удалось отправить соперника в нокдаун в четвертом раунде, а в пятой трехминутке после еще одного нокдауна бой был остановлен. Эта победа позволила Дмитрию Кудряшову отквитать единственное поражение в карьере и сохранить титул WBC Silver в первом тяжелом весе. После боя победитель заявил о том, что хочет поединок за титул против чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе латвийца Майриса Бриедюса. В минувший уикенд в Монреале Канада местный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Adonis Stevenson успешно защитил свой титул в бою против польского претендента Анджея Фанфары. С первых секунд поединка Стивенсон завладел преимуществом в ринге, раз за разом доставая Фанфару тяжелыми ударами слева. Уже в первом раунде после одного из таких ударов Анджей оказался в нокдауне, с большим трудом встал и смог продолжить боксировать. Во втором раунде поединок превратился практически в избиение Анджея и рефери остановил встречу. Победа Adonis Stevenson техническим нокаутом. В Монреале Канада перспективный и не имеющий поражений колумбийский боксер полутяжелого веса Элейдер Альварес продолжил свою победную серию. Соперником 33-летнего колумбийца по 12-раундовому поединку за титул WBC Silver стал бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC 34-летний канадец Жан Паскаль. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Элейдера Альвареса большинством судейских голосов со счетом 117-111, 116-112 и 114-114. Таким образом, сейчас послужной список Элейдера Альвареса, успешно защитившего свой титул WBC Silver в полутяжелом весе, насчитывает 23 победы, 11 из них нокаутом, 0 поражений и 0 ничьих. Обладатель мирового титула по версии WBC в полутяжелом весе 39-летний канадец Адони Стивенсон не согласен с мнением, что король полутяжелого дивизиона определится 17 июня в поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. В минувший уикенд Стивенсон победил поляка Анжиа Фанфару техническим нокаутом во втором раунде. «Я король», — заявил Стивенсон. «Критика меня не волнует. Я являюсь чемпионом уже 4 года. Не моя вина, что Ковалев отказался от боя. Не моя вина, что Хопкинс ушел на HBO. Я король полутяжеловесов. А когда ты король, то, конечно же, тебя будут критиковать. Люди говорят, а я все еще чемпион». Ковалев и Стивенсон могли провести поединок еще 2 года назад, однако сторона Стивенсона не хотела добровольно договариваться о бое, и WC назначили торги. Эта ситуация сыграла против Ковалева, поскольку его промоутер Кэти Дува отказалась от торгов. Причина заключалась в том, что Ковалев связан эксклюзивным контрактом с каналом HBO и не может драться на других каналах, а в случае очень даже вероятной победы на торгах команды Стивенсона поединок был бы на канале Showtime. В прошедшие выходные в районге Таиланд местный чемпион мира в минимальном весе по версии WBC Чаяфон Монсри провел успешную защиту принадлежавшего ему титула. Соперником 31-летнего тайца по 12-раундовому бою стал 34-летний танзанец с австралийским гражданством Амари Кимвери. Поединок продлился всю запланированную дистанцию и прошел с преимуществом тайского чемпиона, который работал первым номером и выглядел гораздо убедительнее претендента. Итогом противостояния стала победа Чаяфона Монсри единогласным решением судей со счетом 117-110 и дважды 118-109. Теперь на счету тайца 47 побед, 17 из них нокаутом, 0 ничьих и 0 поражений. Американский чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Errol Spence, 27 мая победивший прежнего обладателя этого титула британца Келла Брука, заявил, что готов встретиться в объединительном бою со своим соотечественником и чемпионом WBA и WBC Китом Турманом и победить его. Кит Турман еще не полностью раскрыл свой потенциал. «Когда он это сделает?» – сказал Спенс. «Он уже 10 лет в профессионалах. Я знаю, что могу побить его. Думаю, что физически он не такой сильный, как Келл Брук. Я считаю, что нахожусь в лучшей форме, чем он, и являюсь более хорошим бойцом. У него есть удар, но у меня тоже он есть. Чувствую, что все в этом бою в мою пользу, и я побью его». Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и SuperWorld, WBC и IBF, 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 26-летний мексиканец Сауль Каннелло Альварес встретятся 16 сентября в США и, по мнению чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда, «Для проведения такого боя сейчас самое удачное время». «Я думаю, что это отличный бой», — сказал Уорд. «Оскар Деллахоя и Каннелло поступили правильно. Они не спешили, они позволили этому бою поспеть. Они не приняли давление со стороны СМИ, которые пытались заставить их сделать бой прежде, чем они хотели. Они дали возможность Каннелло набрать вес. Теперь об этом говорят люди, и это большой бой. Считаю ли я, что Головкин слишком большой для Каннелло? Трудно сказать, но этим наш спорт и красив». Чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто вернется в ринг 26 августа в Карсоне, штат Калифорния, США. Пуэрто Риканец приведет бой за вакантный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO против японца Яшихира Камигай. Поединок Котто против Камигай станет первым в рамках сделки на несколько боев под эгидой Golden Boy Promotion, которую Мигель Котто заключил с промоутерской компанией Оскара Далахойи. «Я очень горд тем, что заключил эту сделку с Golden Boy Promotion и Оскаром. Лучше и придумать нельзя. Оскар сам, бывший боксер, и прекрасно понимает меня. У нас одинаковый менталитет, и мы одинаково смотрим на спорт и бизнес. Мы создадим прекрасные возможности как для боксеров, так и для любителей бокса», – заявил Мигель Котто. Стоит отметить, что бой Мигеля Котто против Яшихира Камигай будет показан в прямом эфире на телеканале Бокс ТВ.